В русском языке есть немало устойчивых выражений, и мы к ним настолько привыкли, что даже не замечаем, когда произносят. Неудивительно, что в разных городах нашей страны стали появляться памятники героям этих фразеологизмов. Такие колоритные и порой абсолютно нелепые персонажи тут же становятся и местной достопримечательностью, и визитной карточкой города, и даже символом удачи, возле которого можно загадать желание. К негативному выражению «Тамбовский волк тебе, товарищ!» жители этого города решили придать более дружелюбный оттенок. На въезде в Тамбов можно увидеть трехметровую деревянную фигуру волка. Он сидит смирно, как дворовой пес, и выглядит вовсе не злобно, а вполне дружелюбно. Внизу красуется позитивная надпись «Тамбовский волк. Надежный товарищ». Фигура вырезана скульптором из двухсотлетнего дуба. А еще один памятник Тамбовскому волку расположен в самом центре города, на территории отеля. Он выглядит более монументально и гордо, но тоже вполне миролюбиво. Просторечное, почти бранное выражение «Ешкин кот» уже давно воспринимается как нечто шутливое. Не случайно оно стало узнаваемой фишкой кинокомедии «Любовь и голубь». Группа скульпторов из «Ешкоролы» решила сыграть на созвучье название родного города и этого выражения, ведь местные жители в обычной речи часто называют город «Ешка». Бронзовая скульптура, изображающая вольгодность сидящего на лавочке кота, появилась в центре «Ешкоролы» в сквере возле здания университета. А два года спустя, совсем неподалеку, появился еще один памятник, посвященный этой поговорке. Он называется «Ешкина кошка», как и расположенная тут же кафе. Шутливая композиция представляет собой калькетливую кису, в ногах у которой прилег разомлевший кавалер, тот самый «Ешкин кот». Он выглядит настолько довольным, что даже не обращает внимания на пробегающую под его носом мыши. Скульптура «Грибы с глазами» расположена в Рязани, в Центральном городском парке, Нижний сад, недалеко от здания Рязанской областной филармонии. Скульптура была установлена относительно недавно, в 2013 году, в честь празднования Дня города. «Грибы с глазами» – это иллюстрация знаменитой рязанской поговорки. А у нас в Рязани грибы с глазами. Их едят, а не глядят. Статуя состоит из одного большого бородатого гриба, двух немного поменьше и множество мелких. Внимательный наблюдатель сможет найти другую живность – ящерицу, божью коровку, лягушку, птичку, кузнечика и улитку. Памятник вокруг опоясывает скамейкой. После долгой прогулки можно просто присесть и отдохнуть в компании этих необычных грибов. На вопрос «Кто?» часто можно услышать шутливое «Конь в пальто». Это старое выражение до сих пор настолько популярно, что в России существует немало памятников этому самому коню. Один можно увидеть в Сочи на театральной улице. Прохожие по традиции часто бросают коню в бокал мелочи. На удачу. Вальяжный конь в дорогом английском пальто с чашей вина в левом копыте и фирменной трубкой в паркуренных лошадиных зубах сидит, вытянув передние конечности. Конь улыбается широкой лошадиной улыбкой. Жизнь ему удалась. Такая фигура была изготовлена в 2007 году сочинским скульптором Халафяном. Материалом для создания памятника послужил кусок водопроводной трубы большого диаметра из черного металла весом более 80 килограмм. В работе скульптор использовал также кузнечный горн, молот, кувалду и сварочный аппарат. А вот такие фигуры есть в Екатеринбурге и в Москве. Выражение «Сдать хвосты» или «Нет хвостов», известное всем студентам, в Туле приняло вполне реальную форму. Небольшого размера бронзовая ящерка с обрезанным хвостом держит в руках зачетку и монеты. Автором этой креативной идеи стал местный предприниматель и бывший студент Тульского государственного университета Игорь Золотов. Проект он назвал «Хвостов нет». В это же время в Туле стала выходить и одноименная студенческая газета. Чтобы успешно сдать свои студенческие хвосты, нужно потереть у фигурки зачетку и просить монетку. Памятник породил и другие приметы. Считается, что он помогает и в поиске хорошей работы, и даже сулит счастье в личной жизни студентам-молодоженам, если они принесут ящерки цвета. В центре Перми возле гостиницы Прикамье с 2006 года стоит памятник, который иллюстрирует русскую поговорку. Пермяк с соленой ушей. Сейчас она уже не так распространена, а вот в старые времена ее знали во всех уголках России. Почему же Пермяков так называли? Выражение пошло от того, что рабочие местных соляных приисков носили мешки с солью на спине, и просыпаясь, она попадала им на уши. Соль, добываемая в Верховьях Камы, ценилась по всей России, а ее продавцы часто слышали в свой адрес это расхожее выражение и никогда не обижались. Памятник, придуманный скульптором, представляет собой изображение зеркала с ушами. В него можно вставить голову и сфотографироваться. Напротив установлена соответствующая скульптура. Пронзовый фотограф со старинным фотоаппаратом. Фразеологизм ругать как сидоровую козу или лупить как сидоровую козу до сих пор в ходу, а вот гипотез о его происхождении немало. По одной, например, он пошел от того, что в старину сидорами называли злобных скупых купцов. По другой, выражение появилось от восточного садар-коза. Так звучал жестокий приговор мусульманского судьи, который обычно подразумевал избиение провинившегося палками. С недавних пор в Нижнем Новгороде, в центре города, есть памятник козете Резе, который местные жители также именуют Сидорова-коза. Возле симпатичной козочки прохожие часто загадывают желания. Как правило, при этом они трут ей спинку или рога. Одна из самых безумных задумок скульпторов воплотилась в старинной русской поговорке. Памятник «Непелесук», на котором сидишь, расположен на одной из центральных улиц в Якутске, республике Саха. Монумент представляет из себя изящное деревце, которое распростерло свои ветви в разные стороны. На одном из сучков примастился неизвестный с грустным лицом. В его руках пила, которая посередине ствола впилась в сук. Несмотря на известное окончание, бронзовый герой монумента старательно занят своим делом. Этот забавный памятник интересует множество коллекционеров достопримечательностей и необычных мест. Этот памятник буквально наводняет гости города, часто благодаря его удачному расположению. Практически каждый норовит забраться рядышком с застывшей фигурой и запечатлеть в выдающийся момент. Хотя администрация города не одобряет такие действия, согнать всех желающих не всегда предоставляется возможным. Фразеологизмы украшают нашу речь, делают ее образной, выразительной. В русском языке фразеологизм служит для выразительности речи, ее образности, яркости, точности. Употребляя такие сочетания, мы придаем своему рассказу эмоциональность, афористичность и даже метафоричность. Ну а замечательные памятники сделают фразеологизм незабываем. Субтитры создавал DimaTorzok